Здравствуйте, я Игорь Иллистрата. Это новости недели. Возможности объективно и коротко. Поехали! Латвия готовится к крупной закупке финских бронетранспортеров. Фактически, это будет первая закупка новой военной техники. Вообще, там очень непонятная закупка, потому как в самой технике есть нюансы. К тому же финский СИСУ дороже, чем, например, турецкие Кобры или американские Хамби. Но сейчас не об этом. Латвия хочет закупить два типа бронетехники. 300 машин для отряда на 8-10 человек, ценовой диапазон 700 тысяч евро. И 155 местных машин по 500 тысяч евро. Самый главный вопрос – зачем? С кем собираемся воевать? Или от кого защищаться? В нынешнем театре военных действий бронетранспортеры вряд ли смогут сыграть весомую роль. Особенно при отсутствии какого-либо еще оружия. Как мы понимаем, это многомиллионный контракт. Для Латвии – серьезные деньги. Тратить их на технику, единственное применение которой – стоять и ржаветь – как-то не очень. Да, возможно, это требование Евросоюза. Но мы же никогда не спорим. Гордо несем европейское знамя. Мэр Эзекна призвал обеспечить город вакцины «Спутник Ви». Мэр считает, что это повысит интерес горожан к вакцинации. Это не агитация, но такова реальность. Мэр убежден, что жителям нужно дать возможность выбирать, какой вакциной от COVID-19 прививаться. Я не знаю, какая вакцина лучше или хуже. Может, все они одинаковы. Но что касается российского «Спутника», то самый авторитетный медицинский журнал в мире – «Ланцет» – подтвердил эффективность и безопасность данной вакцины. Этот журнал никак нельзя обвинить в ангажированности с российской стороны. Хотя бы потому, что именно этот журнал не так давно предоставил отчет о том, что Навального отравили веществом группы «Новичок». Вывод один – если речь о здоровье, политике здесь не место. Что и подтвердила, например, Ангела Меркель. Я надеюсь, у нашего правительства хватит мозгов, чтобы при выборе вакцины не руководствоваться политическими предрассудками. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Начальник госполиции Арман Трукс заявил, что самое частое нарушение правил эпидемиологической безопасности – это несоблюдение запрета на собрание. Цитата. В субботу, например, в Именсе, в одной из бань собрались 24 человека из разных домохозяйств. А в пятницу было выявлено необычное нарушение, когда двое лиц оказывали услуги сексуального характера в одной из квартир на улице Чака в Риге. Серьезно? Правда нарушают? Вот это да. Естественно, люди нарушают. Ведь не нарушать можно по двум причинам. Первое – это страх. Причем как властей, так и самого вируса. И если весной он еще был, то сейчас люди не особо опасаются заразиться от людей, с которыми и так постоянно в контакте. Ну а на власть – поливать совсем. Вторая причина соблюдать ограничения – это его логичность и осмысленность. Об этом, как вы понимаете, речи не идет. Неужели всерьез думают, что человек несколько месяцев не будет видеться, допустим, с родителями? Конечно же, будет. Да, массовых посиделок стало гораздо меньше, но абсурдный пункт – об одном домохозяйстве – просто не может соблюдаться. Вообще, хорошо, что начальник полиции привел только два выпиющих нарушения – посиделки в бане и оказание секс-услуг. Кстати, это могли быть одни и те же люди. В полиции и без этого есть чем заняться. Будем надеяться на отлавливание людей, сходивших в гости или, не дай бог, ехавших в одной машине, задействуется небольшая часть ресурсов полиции. Правительство поддержало более умеренный сценарий А, при котором, помимо уже существующих ограничений, работникам государственного управления и частного сектора придется работать удаленно. А производственным предприятиям разрешено работать очно. Второй предложенный сценарий – D, который пока был отклонен, предусматривал более строгие ограничения или локдаун. Как бы по итогу нам не пришлось также применить именно сценарий D. В таком случае лучше бы отсидеть локдаун сейчас, пока еще погода не очень. Надеюсь, наши сценаристы все хорошо продумали. Но это не точно. Наш любимый президент, Эгглс Левиц, заявил, что сейчас мы находимся посреди кризиса. И посреди кризиса менять правительство было бы неразумно. Цитата. Пытаясь найти в сложной ситуации что-то принципиально новое, можем угодить в болото. Господин Левиц, наверное, не заметил. Но мы давно в болоте. Вот-вот потонем. И может, мы находимся и посреди кризиса? Но какого? Когда он начался? В 91-м? В прошлом выпуске я говорил о том, что происходит с заплатками на ямах каждую весну. Их похищает Гринч. Что же, в очередной раз ямы залатали. Прошло три дня. Три. И вот Гринч снова в деле. И это неудивительно. Все это легко сковыривается даже ногой. Ах да, я забыл. Ведь опять стукнул мороз. Но где это видно? В марте мороз. Кто мог такое предвидеть? Без мороза заплатки простояли бы немного дольше. Наверное. Как сообщало, специалисты управления коммунального хозяйства тщательно следят за состоянием дорог. К тому же просят жителей сообщать о ямах. Сообщай, не сообщай. При такой долговечности ремонта ничего не будет. Удачи вам в вашей борьбе с ветряными мельничами. На этом все. С вами был Игорь Элистратов. Прислушивайтесь к мнению окружающих. Но думайте своей головой. Благодарю за внимание. Пока.